Вместе мы победим! И несмотря на то, что у нас нет с тобой социальной дистанции, я знаю, что ты здорова. Да. По крайней мере, тук-тук-тук-тук. Кто там? Да, совершенно верно, Семен, я здорова, точно так же, как и наши гости сегодняшние. А у нас сегодня, между прочим, в гостях Олеся Ильинок, междисциплинарная художница и Дмитрий Молодых, сотрудник музея Дом Митинкова. И все не просто так. 24 декабря в Доме Митинкова состоится открытие выставки «Перемены созерцательности» уральской художницы Олеси Ильинок. Да, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, Олесь. Первое, сразу что хочется спросить, что значит междисциплинарная художница? Ну, это значит, что я в основном работаю с концепциями, и для меня как бы важнее идея работы, а затем я уже выбираю инструмент, которым я воплощаю свою идею. То есть я могу работать как с аналоговыми методами, так и с цифровыми. А, вот про цифровые мы поговорим. Очень странный у вас в руках телефон. Алло. Что это такое? Это на самом деле слепок города Екатеринбурга. Это связано с моим проектом. Я делала несколько слепков во время дрейфов по городу. И, в общем, этот экспонат, так сказать, не вошел в основную экспозицию, но я решила вот принести его вам показать. Он был таким тестовым вариантом, и здесь еще прикреплен вибродинамик, который, собственно, озвучивает эту плитку. Но это можно послушать только на выставке, к сожалению, сейчас мы с вами не услышим. А, вы не перепутали то есть слово, когда хотели сказать «показать». Я думал, вы хотели сказать «подарить». Нет. Где можно это будет увидеть? Это можно будет увидеть в Митинкове на выставке. Так, почему же вас тема города Екатеринбурга так сильно затронула? Я вообще как художник работаю с городской средой и с уличным искусством в цифровой среде в том числе. И для меня, как бы, тема города всегда была близка. И после пандемии, когда ты постоянно сидишь дома, я тоже почувствовала какой-то некий дискомфорт от выхода в город. И вот техника дрейфа, она помогла мне, в общем-то, снова почувствовать какой-то интерес и какую-то детскую непосредственность в изучении, в общем, города нашего. И снова почувствовать какое-то, прям, я не знаю, восхищение, что ли. То есть по-новому для себя открыли наш город. Да, по-новому открыть наш город, да. Дмитрий, расскажите, вот выставка проходит в рамках как раз-таки четвертого сезона арт-резиденции дома Митинкова, который носит название «Новые истории Екатеринбурга». Что это за истории? Наша резиденция существует уже 4 года, и ее посетило 17 художников, и каждый создавал свою какую-то историю, посвященную городу. И цеплялся за те или иные детали. Кто-то изучал какие-то глобальные проблемы, вроде экологических. Кто-то интересовался более локальными вещами, вроде уральского фольклора, или, например, усадьбами, или вообще темой камня. Чем конкретно вы занимались? Я занимался сопровождением этих художников, какой-то помощью им. Вот ваша работа на выставке, то есть это вот сопровождение организации, так сказать? Да, да, да. Это задача музея. Менеджер. Менеджер. Главный. Так, что у вас в руках, расскажите. Вы, конечно, не с пустыми руками сегодня приходите, что Олеся, что вы. Конечно, конечно. Так. Здесь у нас подарок. Во-первых, это приглашение на завтрашнее открытие. Перемены созерцательности. Созерцательности, да. 24 декабря в 19.00. И набор открыточек. Ой, еще коровка выпала. А, еще стикер. Да, еще стикер коровки. Вот, и, соответственно, этот набор можно будет получить, если люди в комментариях ответят на вопрос. То есть Олеся изучает город и подмечает какие-то необычные детали. Так. И мне хотелось бы поинтересоваться, какие детали находили люди в городе и подмечали для себя. Которые, видимо, Олеся не знает, за это будет подарок. Да. Итак, до конца эфира вы можете ответить на вопрос, Дмитрий. Да. А какие детали замечали в Екатеринбурге? Да, у вас есть возможность выиграть вот такой замечательный конверт. Тут и открытки, и пригласительный билет. И коровка. И корова. Ради коровы стоит поучаствовать. Пожалуйста, подумайте о будущем. Напишите, какие интересные детали. Уже через... Ой, совсем скоро будем подводить итоги. Олеся, а можно спросить сразу? Необычные детали. Топ-3 необычные детали, которые вы подметили, заметили. В городе. Можно воспринимать, в общем-то, звуковое сопровождение городское не как шума, как музыку. Это, наверное, раз. Два, так как я, в общем-то, собирала фактуры, для меня это была такая новая оптика для видения, фактуры. Ну и я очень люблю обращать на уличное искусство. Она идеальная женщина просто. Я делал предложение, она просто... Да это не шум, это музыка. Представляешь, это не грязь, это морг. А каким бы цветом вы с каким ассоциируете Екатеринбург? Все говорят серый город. А вот, кстати, к слову о серости, мне кажется, это такой наш культурный код от счастья. И я думаю, что на самом деле стоит воспринимать это как некоторую гордость. Да, у нас серый город, но на самом деле, если обращать внимание на все оттенки этого серого, то можно понять, что этим можно даже вдохновляться. Ну вот у вас есть у обоих опыт общения с художниками из других стран и регионов. Отличается вот их взгляд от нашего уральского? На самом деле, да. Ну, то есть, конечно, на художника влияет среда, в которой он находится. Я два года была во Владивостоке, училась там в магистратуре по цифровому искусству. И могу сказать, что там местная художественная сцена, она тоже абсолютно оригинальна и совсем не такая, как у нас. Вот, и сегодня, между прочим, та самая среда, 23 декабря, когда мы разыгрываем подарок, который вы принесли к нам в студию. Да, пишите, пожалуйста, какие детали вы замечаете в Екатеринбурге в наших комментариях во Вконтакте. Присылайте в конце программы, мы отдадим кому-то из вас этот конверт. Ну, не мы отдадим. Ну, Дмитрий. Дима отдад. Дмитрий лично. Дмитрий Молодых, главный менеджер музея, как мы узнали. Но на самом деле, сотрудник музея Дома Митинкова, вместе с ним Олеся Ильинок, междисциплинарная художница. Я выучил новое слово и познакомился с приятными людьми. Спасибо большое, что были с нами. А мы несемся дальше по эфиру.